Понеслась, грязный Джонни дома и убежище 13, двери. Теперь будем со всеми тут знакомиться, но мы их, собственно, должны знать всех, но мы с ними в процессе игры не знакомы, с ними науку надо использовать, наверное, чтобы все компьютеры изучить. Этот терминал на этом уровне контролирует атмосферу, температурный баланс, также резерв, обслуживание для медлаборатории. Это, наверное, медлаборатория. Хорошо, этот компьютер надо пробовать понажимать и надо пробовать науку использовать. Ничего такого не показывает. Хорошо. Прибыл из внешнего мира, здорово. Добро пожаловать обратно, грязный Джонни, как продвигаются поиски. Все нормально, мне телефон звонит. Паузу надо сделать. Что такое? Отжал паузу, как-то она криво сработала. Хорошо, продолжай работать, дай мне знать, если что-нибудь потребуется. Меняться с ними нельзя, потому что это не жители внешнего мира, это жители убежища. Нужна помощь на самом деле. Кажется, с тобой все в порядке. Возвращайся, когда потребуется лечение. Это местный врач. Медик. Без повреждений выглядит. Давайте мы снимем броню, чтобы их не пугать. Вот так вот, грязный Джонни. Класс брони 10. Нужно перестроиться, ничего не надо. Надо использовать вот этот компьютер. Посмотреть, что можно. Более научный подход. Давай посмотрим. Все компьютеры тут, почему нет. Температурный баланс, это понятно. Тут еще терминал какой-то, монитор. Давай посмотрим, что здесь у нас. Очень интересно, просто наука. Не можете туда попасть. Все, я могу. Все можно, если осторожно. Не удается ничего узнать. Почему? А может по самому монитору использовать? А может потому же он выключен. Хорошо. Давайте тогда вот этот монитор посмотрим. Вот этот монитор. Не удается ничего узнать. Ну, Джонни, как-то ты с наукой не очень дружишь. Ладно, допустим. Надо идти на нижний уровень. В убежищах всех по три уровня. И это что такое? Это труба. Не видите ничего необычного. А это вентиляционная стандартная система Валтек. Хорошо. Двери открыть, Джонни. С собакой сюда зашли. Сейчас скажут, собака натоптала. Вытирайте ноги. Собаку, кстати, вы могли бы подлечить мне. Но вы этого не делаете. Второй уровень. На втором уровне у нас... Ой-ой-ой, тут много жителей. На самом деле. Так. Это ванные комнаты. Тут вряд ли что-то будет. Здесь стол, стул. Спальные комнаты. Вот тут кто-то живой. Надо с ним переговорить. Гражданин убежище 13. Отдыхает. Уже поздно. Поговорим утром. Я могу тут, кстати, отдохнуть? Интересно, где моя комната? Может быть, вот эта? Поскольку тут никого нету, я займу, наверное, эту комнату. Давайте зайдем сюда и отдохнем до утра, действительно. До 6 утра. Это 9 апреля, уже 10. И вас сильно тошли. Так почему еще? Лучевая болезнь. Все нормально, вроде бы. Чемпион. Может, это после того, как мы вернулись. Давай подождем еще 3 часа, чтобы было 9. Все позавтракали тут. И мы могли нормально со всеми общаться. Вот, убежище 13. Переговорим. Со всеми. Реже какая-то. Прикольно. Так. Гражданин. Смотритель следует следить за тем, чтобы обо всех в убежище хорошо заботились. Это воодушевляет просто. Хорошо. Трубы все окей. Чип я принес. Кажется, внешний мир не испортил тебя. Наверное, снаружи не так уж плохо. Снаружи очень опасно. Единственное, что я могу сказать. Общее 20. Мы какой-то чемпион получаемся. Пока что. Это только пока что, потому что игра же еще не закончена. Еще непонятно, что мы вытворим. Грязный Джонни. Не собирается тут засиживать в убежище скучном. Играть в шашки и в нарды. Будь осторожнее вне убежища. Ничего там. У меня ствол уже достаточно хороший. Я могу стрелять, не хочу. Так. Вот тут кто-то интересный. Смотрите, видеофильмы смотрит, наверное. Прохождение с канала Космик Макака. Да? Тебе кажется, внешний мир не испортил тебя. Наверное, снаружи не так уж плохо. Несколько байтов. Зеленый экран. Просмотр показанного разнообразные данные. Иногда появляется несколько байтов. Ну давай мы эти несколько байтов изучим. С помощью науки. Не удается ничего узнать, потому что... Грязный Джонни другими методами работает. Не научными. Это не входит в круг моих научных интересов. Говорит Грязный Джонни. Так, Грязный Джонни. Привет, Грязный Джонни. Привет, Лайл. Как ты тут? Не очень хорошо. С тех пор, как у меня украли один водный паёк. Всё пошло хуже и хуже. Все начинают бояться. Никто не знает, что делать. Плохо. Надеюсь, всё наладится. Посмотрим сейчас, что я могу сделать. Спасибо, я уверен, ты тут разберёшься во всём. И пожалуйста, поторопись. Скорее найди водяной чип. Это безумие могло бы и не быть. Будь у нас рабочий водяной чип. Готово. В убежище у Лайла кто-то посмел спереть. Не забудь зайти к врачу, если тебя ранили. Я в полном порядке. Произвести расследование нужно. Кто украл водяной паёк? Наверное, когда у них закончилась работа чипа, они... Привет, Джонни Ди. Надо быть очень храбрым, чтобы выйти во внешний мир. Ну так я уж... Нас избрали. Наверное, они начали заниматься тут непотребственным воровством. Когда это? Тут что такое? Вентиляционная компания. Волтек. Начали воровать друг у друга. Это плохо. Плохо. Так, привет, Джонни Ди. Как тебе надалось дойти в водяной чип? Вообще-то да. Кстати, как у тебя дела? Нас в бедах. Кто-то ворует воду. Теперь мы все на грани выживания. Что же это... Что случилось? Несколько человек пожаловали, что у них украли воду. Но новой воды им не дали, а с ними поделились друзья. Но после этого у всех началась паранойя. Все трясутся над своей водой. Несколько дней назад кто-то оглушил охранника на складе и украл весь дневной запас воды. Это ужасно, что мне делать? Постарайся найти вора. Ты кого-то подозреваешь? Кое-кого обвинили в краже. И тут же начались ссоры и драки. Но никто не знает, как же это на самом деле виноват. Спасибо. Так. Гражданин. Надо быть очень храбрым. Признаться нужно. Тот, кто... Кто не признается, может получить пулю на самом деле от грязного Джонни. Потому что Джонни во внешнем мире раздобыл пистолет. Компьютер. Надо научный подход использовать. Кто бы может воровать воду? Не удается ничего узнать. Давайте с рыжей переговорим. Первый подозреваемый. Ты воруешь воду. Надеюсь, тебе это справляет сейчас со своим заданием. Задание выполнено на самом деле. Вы можете не беспокоиться. Но нужно найти вора перед тем, как мы отдадим чип. Знаете почему? Потому что, чтобы потом эти события не повторились. Ни в коем случае это наша комната, судя по всему. Вот эта комната. Тут кто-то. Гражданин. Гражданина, ты сюда не ходи. Ты сюда ходи. Снег башка попадет. Совсем мертвый будешь. Из классического фильма. Давайте еще к этой сходим. У нас это задание появилось в пип-бое. Хаб, убежище 13. Найти водяного вора появилось. Всех опросить. Надеюсь, ты справляешься с заданием. Слышишь, может ты сам? Привет, Джонни. Как, Лейл, как ты тут? Не очень хорошо. Посмотрим, что я смогу сделать. Спасибо, уверен. Тоже водяный вор. Давайте на третий этаж туда отправимся. Там как раз раздача воды. Может, там можно будет опросить свидетелей. Совершить опрос. Третий уровень. Так. Компьютер. СВМ. Тут у них что? Это столовая. В столовой можно опросить свидетелей. Смотритель давно беседовал с тобой? Действительно, достаточно давно. Привет, Джонни Ди. Найти вора незамедлительно. Хорошо, что наших друзей пустили. Вот ты, охранник, да? Привет, Джонни Ди. Как жизнь? Плохо себя чувствую. Кто-то вломил по голове большой трубой. Я пошел к врачу, но голова все равно разламывается. Надеюсь, кто-то поймет того сопляка, который меня преступник. Зачем они это сделали? Напали на меня, когда я тут засиделся очень поздно однажды ночью. Обычно я иду домой приблизительно в восемь. Но я задержался, потому что у кого-то украли часть воды. Я проверял наши запасы. А в следующий момент я уже в метлабе с огромной шишкой на голове. Тут все катится в тартарары. Скоро начнут убивать за стакан воды. Не знаю, что нам с этим делать. Посмотрим, что можно сделать. В восемь уходит. Может, надо в восемь вечера тут подкараулить? Вора. Это и есть такой вариант. Давайте здесь всех опросим сначала. Так. Привет, Джонни Ди. Здорово. Надо быть очень храбрым. Хорошо, давайте все компьютеры посмотрим ваши. Этот терминал контролирует запасы и обыденные функции. Убежище также выполняет обычную административную работу. Все компьютеризовано. В футуристическом будущем. Просто апокалиптическом. Этот точно тоже делает. Этот терминал. Точно такой же. Сейчас чихну, ребята. И этот. Прошу прощения. Административную работу. Потыкать на них можно. Более научный подход нужен ко всем терминалам. Хорошо. В терминалах может зацепка какая-то будет. Административная работа. А вот этот терминал. Тоже административная. Вот так как что-то не светится. Более научный подход. Я понял. 44% этого пока что хватает, чтобы хотя бы понажимать на кнопки. Административная работа. Увидимся. Так. Более научный подход. Смотритель говорит, что внешний мир опасен. Ну. В какой-то мере он прав. Административная работа. Ну, надо все компы посмотреть. Тут еще есть какая-то административная работа. Вряд ли тут что-то будет еще. Но надо все смотреть. Один, по-моему, какой-то компьютер можно было понажимать. И там что-то мы информацию получали. Вот. Но я не помню точно. Так. Можно еще в менто-отсек сходить спросить. Смотритель следит за тем, чтобы все хорошо заботились. Нашний мир не испортил тебя. Насмотритель давно беседовал. Да, компьютер интересный. Может, это вот этот. Надо научный подход. Так, о. Запускаете что-то мы... Запускайте обучающую систему на компьютере убежища. Проводите некоторое время, копаясь в интервеб. Чтобы ни над чем не работая. Что это дало нам? Вы поиграли с компьютером немного, но понимаете, что нужны некоторые научные знания, чтобы добыть из терминала что-то полезное. Вроде за это опыт давали. Но я вот не помню. Вы проводите некоторое время обучающей системой, но не узнаете ничего важного. Внешний мир теперь ваш учитель. А, это надо было сделать все-таки на начале игры и вернуться сюда. Чтобы мы опыт за это получили. Да? Посмотрим. Надо быть очень храбрым. Смотрите, следит за всем. Хорошо. Вот этот еще можно посмотреть. Что-то полезное. Ну, давай научный подход сделаем. Первый вариант дождаться восьми. Получаем 350 опыта. Вы проводите некоторое время работой над важной информацией. 350 опыта получили. Что это был за компьютер? Какую мы важную информацию получили? Ну, не знаю какую. Наверное, может у нас что-то увеличилось. Наука 44 так и осталось. У меня 15 очков еще. Я в доктора хочу вложиться. Чтобы залечить свою собаку. 30-40%. Сейчас можно попробовать. На самом деле. Бонифаций, иди сюда. Сейчас будем проводить операцию, чтобы тебя спасти конечности. Где Бонифаций? Убежище самое лучшее место, чтобы это производить. Бонифаций застрял. Бедный пес. Сейчас мы попробуем тебя спасти. Иди сюда. Так. Бонифаций, не толпись. Вы получаете 50 опыта за применение своих навыков. Ты ноги вылечила? Без повреждений. Да езжешь. Бонифаций может бегать опять. Бонифаций бежит. Победа, ребята. Супер просто. Спасли собаку. Отлично. Бонифаций теперь в боевом состоянии. 8 часов, кстати, наверное. Да? Ну, посмотреть на время. Час нам всем. Это ночь. Давайте подождем. Может, сюда кто-то проникнет. Кто это такой? Обитатель убежища, который ведет себя подозрительно. Потому что ночью они все пошли спать. Сейчас. Подождите. Он проникает. Отступить. Затаиться. Бонифаций. Так. Пусть он зайдет. Ага. Посмотрите. Смотри, что ты вытворяешь. Привет, Джонниди. Что ты делаешь тут в такое время? Я так волновался о судьбе убежища, что мне приснился кошмар. Я не могу заснуть и решил пройти, чтобы расслабиться. Извини, но я ищу вора, который крадет вору по этому воду. Поэтому мне надо посмотреть, что у тебя здесь. Не трогай меня. У меня ничего нет. Теперь оставь меня в покое. Потому что тебе лучше пуль в голову получишь. Ладно, ладно. Мне скрывать нечего. Смотри, обыскать его. Он достает дубину? Посмотрите. Какая боль. Слышишь, это ошибка на самом деле. Вору место. Вору не место в этом убежище. Перезарядка. У него была вода. Да? Разгадали дело. Судя по всему, ребята. Очень жаль, но молодого человека пришлось застрелить. Он первый на меня напал. Посмотрите. Ствол надо залечить. Собаку залечили. Я тоже очень. Это и надо теперь подождать. До утра, наверное. И до... Еще три часа. Нам дали опыт за это? Вы получаете 500 единиц опыта за то, что спасли водные запасы убежища, убив вора. Спасибо за помощь в поимке вора. Отлично сработано. Но, пожалуйста, поторопись с поисками водяного чипа. Иначе это не будет иметь значения. Было важно убить вора. Уничтожить даже. Показательно убить тоже, наверное, было важно. Потому что мы этот чип нашли, но он мог бы понять и это. Его тоже можно было бы понять, но не знаю. Может, это была просто отговорка. Выходим в следующие комнаты. Доброго тебе дня. Что могу для тебя сделать? Чем занимаешься? Отвечаю за безопасность и правопорядок в убежище. Может, ты не знаешь этого, но убежище не работало бы так хорошо, если бы не я. Хм, звучит значительно. Так и есть. Без должного повиновения законом, убежище стало бы беззаконным местом. Я только что убил вора. Хе-хе-хе-хе. Без руководства. Это угрожало бы безопасности всех нас. Иногда надо силовой вариант принимать. Есть ли какие-то особые законы для тех, кто побывал снаружи? Ну, хоть оружие необходимо во внешнем мире, не показываю его в угрожающей манере. Помимо этого, я думаю, ничего особенного. Спасибо. Ты мне можешь ствол? Ну, у меня есть стволы, мне не нужны твои. Смотритель давно беседовал с тобой? Достаточно давно. Так. Будь осторожнее вне убежища. Что ты боишься? Давай еще науку тут применим. На этот компьютер. Это контролирует запасы и функции. Понятно. Все компьютеры какие-то одинаковые. Вот и смотритель сидит в своем кресле. Хажется, внешний мир не испортил тебя. Мистер смотритель. Сохраниться надо. На всякий случай. Тебе удалось найти чип? Да, без проблем. Окей-докей. Минуточку. Сейчас чип инициализируется. Вот, 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 вот. Пошло, поехало. Внутренняя проверка зеленый. Перезагрузка прошла успешно. А, заработала. И у нас тут и есть герой. Хо-хо-хо-хо. Ах, тебе удалось. Удалось нас спасти. У тебя получилось. Ставь сюда, пожалуйста. Убежище спасено. Ты можешь по праву гордиться собой. Но теперь мы должны выслушать твой отчет. Ой-ой-ой-ой. Убедем заседание в библиотеке. Пожалуйста, пройди туда. Ну, хорошо. Вот, отсчет. Это уже плохо. Мы получили очередной уровень. Так, доктор, мне уже не нужен. Легкое оружие до конца добивать. Или в энергетическое идти. Не знаю. Красноречие надо. Может, сейчас надо, чтобы отчет увеличить. Кража, бартер, азартные игры, натуралист. Не знаю, можно вкинуть, наверное, до 125. Вроде бы 200 максимум. И 11 оставить. В красноречие. Давай еще единицу вложим. Стосием. Вот так. Что, отчет надо? Смотритель следит. Да-да-да. В библиотеке надо отчет. На компьютер надо его писать, вроде бы. Этот отчет или нет. Я не помню, на самом деле. Не, ваш мир внешний учитель. Отличный парень. Спасибо, спасибо. Подождите. Слежу. Вы записали свой отчет в библиотечной компьютерной системе. Вы должны теперь вернуться к смотрителю, чтобы закончить дело. А, мы записали отчет. Он доступен в компьютерной системе библиотеки. Но смотритель теперь должен с ним ознакомиться. Хорошо. У меня оружие не забрали. Нет, все мое при мне. Хорошо. Смотритель. Так. Очень музыка тут атмосферная еще, ребята. Смотритель немножко недоволен, наверное, будет, да, нашим поведением. Не можете попасть туда, так как это я не могу туда попасть. Я... Да, я просто хотел тебе сообщить, что наша система водоснабжения стабилизировалась. На самом деле, мы даже понемногу восстанавливаем запас воды. У тебя все отлично получилось. Я... Я, правда, немного озабочен. Ну, и интересно, чем? Я... Меня очень обеспокоил твой отчет. Его содержание я имею в виду. По правде сказать, они меня до смерти напугали, эти мутанты. Я кое-что тут подсчитал и, скажем так, пришел к неутешительным выводам. Хм, и что же это? Популяция мутантов куда больше, чем можно было бы получить при обычном естественном приросте или мутациях у обычных людей. Это наводит меня на мысли о... И я, честно сказать, и сам не совсем понимаю. Но, кажется, кто-то специально производит новых мутантов, и при том с ошеломительной скоростью. Ну, да, мы уже были свидетелями, это повтори, еще раз беспутанно. Кто-то производит мутантов? Что-то хочешь, чтобы я сделал? Пока кто-то производит враждебных мутантов с такой скоростью, под угрозой сама безопасность убежища. Найди эту лабораторию и уничтожь ее как можно скорее. Хорошо. Следующее задание. Первое было найти источник. Это уничтожить лидера мутантов, найти источник мутантов. Ну, попробуй теперь найди это все. У нас есть зацепки, на самом деле. У нас есть зацепки. Зацепки это... Какие наши зацепки? Господи. Во-первых, мутант, который нам говорил, ну, в некрополе мы уже всех перестреляли. В некрополь можно вернуться, все проверить. Это первая зацепка. Вторая зацепка. Чат собора и Морфеус. Морфеусы, это ихняя новая религия. Да, потому что они себя вели более чем странно. Мы выходим на первый уровень. Третья зацепка. Может быть, у братства стали знают что-нибудь побольше об этом. Мы отправляемся в путь, ребята. Убежище 13. Опять выход. Эх, Кости. Кости, подожди. Эд, Эд, ты мертв. Ну, Эд ничего уже не сможет сделать. Только нас отправляют. Хорошо. Были ли еще какие-то задания, я не знаю. Я думаю, мы начнем с братства стали, потому что эти ребята могут знать что-то. Ну, они тут самые технологические, насколько я понимаю, да. Поэтому мы рванем братство стали, но теперь мы вроде бы не... Под пип-бой можно включить? Это пауза. Не-не-не. Теперь мы не ограничены по времени. Можем поискать, во-первых, случайные встречи. Во-вторых, нахвататься радиации в пустыне. В-третьих, где было братство стали? Где-то здесь оно было. Во. Искать случайные встречи. Специальные случайные встречи в первом и втором фоллауте, они появляются рандомно. Абсолютно. Даже если это места, в которые можно вернуться. А в Тактиксе, вроде бы, они... Тут побережье, кстати. Западное побережье. В Тактиксе они, вроде бы, появлялись в строго отведенных местах. Я могу это путать, на самом деле. Идем в братство, да? Братство стали. Ход уровень 0, 1, 2, 3, 4 уровня у них тут, посмотрите. Очень крутая картинка. Так, мы прибыли ночью. Это символ ихний, да? Знак. Знак показывает, что данная территория принадлежит братству, и следует немедленно покинуть. Тут над нами шутили шутки. Приветствую. Чем могу помочь? Задать пару вопросов. Мне это запрещено. Вступить к вам можно? Так, я поговорил с верховным старейшиной. Он сказал, что в братство может вступить далеко не каждый. Для этого нужно выполнить задание. Какое задание? Нужно будет посетить руины древнего ордена. Они находятся к югу отсюда. И, разумеется, принести оттуда что-нибудь в качестве доказательства. Суми вопрос. Суми, правда? Вот здорово. Не забудь принести оттуда что-нибудь. Удачи. Удачи. Поверить не могу. Его отправляют туда. Это послушник. Слышишь? Это сам-то посвященный. Послушник. Итак, тебя отправили знаменитое свечение. Смеются. Очень смешная шутка. Иду в древний орден. Свечи. Что это такое еще? Ты, кстати, над нами подшучивал еще, когда мы на отходнике были. Что такое? Люди называют это место свечением. В древности там разрабатывалось самое совершенное оружие. По крайней мере, так утверждают древние записи. А выглядит это как кратер, в котором столько радиации. Что даже... Что он даже светится. Я думаю, старейшины посылают туда новичков просто, чтобы избавиться от них. Что до меня туда кто-то ходил? Да, кто-то пытался, и больше мы их не видели. Чего следует опасаться, когда я спущусь туда? 18 дней пути к юго-востоку отсюда. Хуже того, что там сильная радиация. Поэтому никто из нас туда не ходит. Если не запастись, Радыкс поджарится еще на подходе к котловану. Спасибо за информацию. Слушай, давай по-честному. Конечно, спрашивай. Это глупости. Древний орден. Никакого древнего ордена нету, они шутят на нами. Может, вас застрелить? Я их не потяну, наверное. Надо туда лезть. Надо хитростью. Если мне что-то не понравится, то мы потом их вынесем. Спускаться, говорят, в кратер, да? Жесть просто. Веревка нужна, наверное. Надо подготовиться к этому. Каким образом можно к этому подготовиться? Можно рвануть в хаб. И подготовиться, да? Да? Рвем в хаб. Это что такое? Это интересно. Какие-то развалины. Это город какой-то? Ребята. Какие-то остатки города, посмотрите. Но он развален весь. Действительно. Тут ничего не осталось. В этом городе. Я осматриваю карту. В надежде хоть кого-то выведать. Но ничего нету. Так. Тут. Не. Просто вообще ничего не осталось. Вот это настоящий постапокалипсис. Не горы, а мусора. Мегатона. Просто вообще ничего не осталось. Да. Музыка такая мрачная. Еще и ночью сюда прибыли. Хе-хе-хе. Город. Хорошо. Можно пооткрывать все вот эти клеточки. Это я тоже не знаю. Надо это нам или нет. Нету ни одной случайной. Вот случайная встреча. Появилась. Это радскорпионы. Пробивают на три здоровья. Но это немного не то. Я хочу какую-то специальную выловить. Их же несколько было. Во. По глазам выстрел. Радскорпион готов. Немного можно перегруппироваться. Этих мы развалим. Так. Получает ранение. Надо купить энергетических банок для Кати нашей. На собаке ничего не надо. Можно было бы ей какое-то, конечно. Но собаку нельзя грейдить. Потому что собака живая. Второй городскорпион готов. И это бой. Сделанный. Перезаряжаюсь. 330 очков опыта. Это обычная случайная встреча. Я хочу специальную выловить. Какую-то в кружочке. Мы можем немного погуляем. Теперь вроде бы мы имеем полный карт-бланш. Еще случайная встреча. Это крыса. Вы наткнулись. Настаю крытокрыс. Но это тоже немного не то. Потому что выстрел по глазам. Он разлетается. Немного отступлю. Тут что-то лежит, кстати. И тут что-то лежит. Так. Ух, удар какой причиняет ему Катерина. Посмотрите. Катерина. Жаль, тебе нельзя иракез поменять цвет. Какой-то малиновый. Или вишневый. Мне вишневый нравится. Так. Этот еще жив. Бонифаций не добил противника. Бонифаций говорит еще не оправился от раны. Я понимаю, Бонифаций. Хорошо. Будь осторожен. Нам тут такие как-то не нужны в нашей дружной семье. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что лежит тут? Что-то лежало. Вот это что такое? Это фрукты? А, можно фрукты подбирать. Но фрукты мне не нужны. Еще тут что-то лежало. Почему оно не подсвечивается? Фрукты зачем мне? Фрукты мне не нужны. Может это специальная встреча? Давайте посмотрим эти фрукты. Нет, это обычный фрукт. Восстанавливать единицы здоровья. У меня 67 сейчас. Перезарядить пистолет. И погнали. И погнали. Так. В хаб тут можно еще пройтись. Шейдисенс вряд ли что-то будет. Очередная встреча случайная. Это опять рад Скорпионов. Что-то развелось их очень сильно. То не было случайных встреч, и теперь очень много. Давай выстрел по Скорпиону и отступить на два шага. Этот меня атакует. Но это была большая ошибка. Действительно. Действительно. В хаб нам надо идти, чтобы мы полностью закупились патронами. Может у нашего дилера взяли бы радикс какой-то. Можно грохнуть дилера на самом деле. Не буду это делать. Хочу немножко. Что такое? Вас сильно тошнит. Да что с нами такое происходит? Репутация чемпионская. У меня никаких... Нет, тут уж нет. Может потому что пить хотим? Надо было и взять немного воды. А может заглючила какая-то зависимость? Может у нас просто пустыня? Пустыня. Ладно, давай уже в хаб направляться. Специальная случайная встреча не вылавливается. Это что за здание? Непонятно. Это убежище 15. Подождите. Это убежище 13. Это убежище... Это шеи десенсы, это рейдеры. Мы тут еще не были. Вот это убежище 15. И огромный кусок карты. Сюда можно на самом деле загонять. По времени я надеюсь, что мы не ограничены. Вроде бы нет. Еще одна случайная встреча. Что такое? Вы получили удар, но здоровье не потеряли. Вы смогли избежать обезвоживания, найдя источник воды. Поиски заняли еще 2 часа. А, вот что нас тошнит, потому что мы ищем же воду. Нам нужно больше навыка на натуралиста, чтобы мы могли лучше выживать в пустыне. А сейчас он у нас 51. Но я не буду его поднимать. У меня еще и лучевая болезнь. Господи, прости. Надо проверить ее уровень. Это все, да. Походу в пустыне я не буду проверять уровень. Я использую, наверное, препарат. Теряете 2 текущих уровня облучения. Это не так уж и страшно на самом деле. Хорошо. Нож надо впарить, огнемет. Нам веревку надо купить. Я хочу здесь побродить немного. 2 мая уже. Господи, 5 месяцев тусуемся. Да, в январе игра началась. Так. Ну, какие-то супер специальные встречи не могу выловить. Какая-то еще. Случайная встреча опять скорпионы. Что-то еще интересного не выпадает. Удача же 10. Но же надо рейнджер перк взять. Выстрел в голову. Этот готов. Хорошо. Следующий подходит, нападает. Так, Катерина, разберись. Перезаряжаю пистолет. Бой закончен. Сохраниться, наверное, надо. Но это фарм еще такой. Мы можем таким образом себе уровень поднимать. О, куда-то сюда я хочу сходить. Тут ничего. Тут еще какой-то город. Сильно тошнит, потому что воды нету. Что поделаешь? Еще в следующий город надо зайти. Он более интересный, потому что он большой. Джонни, быстрее. Быстрее. 66 хп. Нормально. Тут руины города какие-то. Посмотрите. Действительно город, да? Руина города. Джонни. Немного опять ночью прибыл. Что здесь? Надо это все осматривать, потому что интересно. Тут музыка такая, как была в могильнике. Тут вообще остатки какие-то до этого города. Тут ничего нету. Хорошо. Далее еще город. Понятно. Город, пустыня. Но это местность обозначается. Еще горная, наверное, должна быть местность, да? Так, это пустыня. Это горы. Ладно, давай в хаб. Еще случайная встреча. Так, очередной, кажется, внезапно, будто от ниоткуда на вас нападает скорпион. Он получает выстрел. Этот какой-то крутой. А, это потому что я промахнулся. Давай, Бонифаций, грузи его за задницу просто. И сейчас ему еще Катя даст. Удар. Отлично. 22. Катя, у тебя как там по патронам на самом деле? Ну ты из этого кулака бьешь и бьешь? 48 осталось. Странно. Может, он мало тратит? Может, он там какие-то... Там 24 заряда вроде бы было в этом силовом кулаке. Возвращаемся в хаб. Это что такое? Непонятно. В хаб здесь. Это Джанктаун. А это что? Это... Бониярд, могильник. В хаб прибыли 16.30. Идем, наверное, в центр сразу. В бизнес-центр. Катерина, что тебе не надо? Тебе не надо две ракеты. Это как минимум. Что, тебе плазменный пистолет можно ставить, плазменную винтовку не надо. Две ракеты тебе не надо, мы не будем этим точно пользоваться. Я могу их забрать. Броня пусть у тебя будет, может, она у тебя работает. Штурмовая винтовка пусть у тебя тоже будет. Огнемет две ракеты продаем. Хорошо. К дилеру или бежать? Или бежать в General Store? Я думаю, я загоняю в General Store. Тут в паре у тебя ракеты. Спрячу пистолет, правда. Чтоб никто тут не волновался. Дрова. Кое что купить мне нужно? У тебя есть еще гейгера, у меня тоже есть. Мне надо пару веревок купить, наверное, потому что там говорили, что надо спускаться. Мусор. Сколько весит? Всего понемножку. Мусор я тебя впарю, будешь хранителем мусора. Две тысячи. Дай мне две веревки, на всякий случай. Дай мне гейгера не надо. Антир один мне весь. Давай. Это мне нужно. Тысяча восемьсот. Боевый дробовик можно взять. Много несем все равно. Тысячу крышек давай сюда еще. Две восемьсот. Вот эти тридцать пять давай, вот так. На так сочнемся нормально. Хорошо. Нет, спасибо. Шо у нас по весу? Две веревки, нормально. Шо у нас в рюкзаке? Надо открыть рюкзак. И посмотреть. Не надо его выкидывать. Джонни, подбери рюкзак опять. Теперь он будет внизу. Хорошо. Антирадиационное препаратство перед облучением. Девять. Антирадина три. Этого должно хватить. Три аптечки, противоядие. У меня были пассатижи все это время. На все случаи. Мы... Жизни. Супер отмычки есть. Четыре психа. Психа надо побольше. Винтовка есть. Докторский саквояж есть. Если кто-то поломает ногу или руку. Не дай боже. Давай антирадин сюда. Не, антирадин надо весь доставать. Короче, из этой сумки. И радикс надо тоже весь доставать. И антирадин надо весь доставать. Хорошо. Супер стимпаков четыре. Обычных сколько у меня осталось? Обычных пятьдесят три. Четыреста тринадцать патронов у меня. Снайперскую винтовку надо готовить. Джонни. Снайперская винтовка может понадобиться на самом деле. Еще Чек Гейгера должен понадобиться. Хорошо. Надо ли сканер движения выкупать? Не знаю. Перед походом свечения. Ну. Неплохо. Можно еще на самом деле закупиться у дилера. Но у меня уже все хватает, что мне нужно. Ракеты, пули, стволы. Все есть. Я не знаю даже, что мне еще может понадобиться. Можно сказать, а караваны в свечения не ходят, да? Да. Хорошо. Выходим тогда в таком случае. Так у нас получевой нормально. У нас уровень десятый только. Еще десять уровней играть. Одиннадцать точнее. Я как-то слишком вперед и рвусь. Или шо? Не знаю. Тут же еще играть и играть. Еще на караваны работать можно. Во. Много интересных событий происходит. Кстати, караванщики говорят. Эти желтым говорят. Эти говорят зеленым. А где синеньким говорили? Вот эти. Вот это, наверное, караваны, которые возят... Эм... Воду. Вот эти караваны, наверное, зеленые перевозят. Чем могу служить? Где я? Это понятно. Вот эти... Зеленый полный комплект, наверное, это дальнобойщики. А вот эти, наверное... Не хочется сегодня работать. Это красный караван. Не, вот это красный караван. Вот эти жесткие красненькие. Это обычные какие-то еще. Хорошо, сохраняемся. Идем в свечение, ребята, наверное. Так. Где это свечение? Свечение. У нас оно есть на карте, в принципе? Его у нас нету. На карте. Нам сказали на юго-восток идти. Что-то произошло. Вы заметили полицейскую будку на северо-востоке. Первая специальная случайная встреча к сериалу «Доктор Кто». Полицейская будка из Великобритании примерно 1960 года. Сенсор движения оставил. Мистер Доктор Кто. И я продал все, что хотел. 114. Я сильно много несу. Это что еще? Архивы убежища. Архивы убежища можно спрятать, наверное. Гранаты, ракеты. Я закинул уже Рад-Х. Я закинул уже Рад-Х. Повыше сопротивляемость. Куда идти в это свечение, немного непонятно. Куда-то сюда. Так, а что вот это? Это собор, очевидно. Собор это последнее место, в котором мы не были. Еще братство предстоит изучать. Хорошо. Аккуратно продвигаюсь. Я потерял, наверное... Сопротивляемость радиации потерял. Лучевой еще не взял. Мы где-то в каньоне. Я использую еще Рад-Х сразу же. Они стакаются, кстати. Это неплохо. Счетчик использовать на экране 0. Хорошо. Давай в свечение. А вот оно. А, оно у нас было все это время. Хорошо. 18 дней пути, он говорил. Неплохо. Теряю 25 сопротивления. Так. Еще потерял. В горах мы опять. На экране пока что 0. Карта подожди. Выключи щечек Гейгера. Еще Рад-Х закинуть. Слушайте, ребята. Мало Рад-Х. Хорошо. Что-что? Боевая броня. Это наша броня. Еще 2 клеточки. Сейчас я могу потерять. Сопротивление. Потому что на день его хватает. Господи, боже мой. Что тут происходит? Свечение. Местоположение свечения. Кратер. Вы получаете большую дозу радиации. 22. Снаряжение. Выпить антирадин. Уколоть себя. И использовать Рад-Х. Сопротивление. Лучевая болезнь. Понятно. Параметры хорошо. Сопротивление радиации. 80 сейчас. Надо действовать, очевидно, очень быстро и решительно. Мы прибыли в день. Э, в ночь. Ничего не видно. Мм. Ну и... Кратер. Кости. Вы видите антирадин. Большую дозу радиации получаете. Это понятно все. Как сюда спускаться, мне интересно. Двуголовый коровый скелет. Отсюда где-то. Сюда можно подойти. Так, мы же отсюда где-то. Вот за балку видим. Это порченая балка, установленная над кратером. Вы не можете спуститься в яму, используя одну лишь стальную балку. Мы можем использовать веревку, которую я приготовил. Так, закрепляйте веревку на балке. Тут какой-то труп, ребята. Остатки лошины. Лошина это, типа, лох или что, господи? Ну, ему не повезло. Остатки лошины. Ну, господи. И тут очень атмосферно. Так, свечение. Щетчик Гейгера выключен. Включите его. 29 на экране. Все очень плохо. Давай залезем. Может, под землей не так сильно фонит. Сколько там было опасно? Сотня вроде бы. Залажу, короче. Мы в свечении, ребята. Щетчик Гейгера. 37. Плохо дело. Давай еще антирадин. Надо очень быстро действовать. Иродекс еще один. Сопротивление радиации. Да, можно стакаться. Сотня. Сейчас мы не должны нахватывать. Тут труп в странной броне. И начинается поход в свечение. И я думаю, что мы в свечении будем тусоваться в следующей серии. Здесь лифты. Это похоже на убежище, на самом деле. Это свечение. Что я могу вам сказать? Здесь еще ящик. Еще один ящик. Здесь пройти вроде бы нельзя. Хорошо. Отлично. Подведем итоги. Мы нашли водный чип. Мы его вручили. Но смотритель обеспокоен увеличением популяции мутантов. И мы теперь должны искать зацепки. Во. Мы изучим сейчас свечение. Расквитаемся с братьями Стали. Если они не захотят. Если мне там что-то не понравится, мы можем их даже вынести. Попытаться. Во. И потом будем искать уже зацепки. Может быть в соборе. Во. Можно будет еще к последователям апокалипсиса сходить с этим всем заданием. Но это все уже в следующей серии будет, ребята. Да. Да. Fallout будет продолжаться. Спасибо за внимание и до свидания.